Ещё недавно преподаватели, программисты, бизнесмены, сегодня солдаты и офицеры украинской армии. Всего в стране было мобилизовано около 20 тысяч человек, представители совершенно разных военных профессий в прошлом, от гранатомётчиков до поваров. Далеко не все они находятся в зоне АТО. Некоторые помогают в охране границы, другие ещё проходят подготовку, третьи служат в военкоматах. В то же время их рабочие места должны сохраняться за ними. Работодатели не имеют права уволить временных военных. Большинство владельцев фирм утверждают, они не пытаются нарушить закон. Директор одной из таких компаний Александр Кол подтверждает, что даже гордится тем, что кто-то из его коллег защищает страну. Первый мобилизованный работник компании, по словам Александра, уже третий месяц охраняет границы Украины. И его возвращения здесь очень ждут. Мы не участвовали в всяческих попытках кого-то не пустить в армию или наоборот пустить. Позиция меня как руководителя, что каждый должен для себя принять эту позицию. Как компания мы не содействуем никаким движениям в ту или иную сторону. Позиция компании, что мы готовы держать сотрудника, мы его не увольняем, мы ему платим полноценную зарплату. И ждём, и ждём домой. Среди мобилизованных больше всего сотрудников охранных фирм. Председатель Союза работников сферы безопасности Владимир Косенко уверяет, никто из его подопечных от мобилизации не увиливал. И никто из работодателей задним числом никого не увольнял. Несмотря на то, что работу отсутствующих сотрудников приходится выполнять их коллегам, а деньги, которые государство платит за мобилизованных, минимальные. Государство платит за это денежку, она, конечно, очень небольшая. Но всё-таки за штатного сотрудника, который отправлен, перечисляются деньги от военкомата. В частности, к нам эти деньги уже приходили. Там, правда, цифра 12, по-моему, с копейками гривен в сутки. Это, конечно, за такие деньги невозможно прожить, но по факту она есть. Ну, отношение какое? У клонистов наших, по моей информации, нет. То есть те, которые придумывали какие-то варианты, дабы туда не пойти. При этом сами мобилизованные, рассказывает Косенко, особенно те, кто не находится в зоне АТО, пытаются не бросать и свою мирную работу. Те, кто может работать дистанционно, и в окопах не расстаются с планшетами и телефонами. А те, кто служит в своём регионе, успевают и в офисы заехать. Некоторые офицеры даже приловчились уже работать так. Там вот в Сумской области конкретно, да, в 7 утра отвозят ребёнка в садик. Специально с семьи у них запустили его. Едет туда на войну, как он говорит, в 6 часов она заканчивается, в 7 часов он вечера, в 19 он уже у себя в офисе, с 19 до 21 он работает в офисе, потом едет домой. То есть вот пытаются как-то совместить, бросать нельзя. При этом и работодатели, и мобилизованные, признаются, несмотря на готовность выполнять все требования военного времени, надеются, что вскоре ситуация урегулируется и ждут закона о демобилизации. Лариса Говина, Марина Николаева, Алексей Антонов, Агентство телевидения новости.